Инзинский район – один из тех, который сильно пострадал от урагана в конце июня. Населённым пунктом района был нанесён существенный ущерб. Так было повалено 120 деревьев, повреждены кровли у 236 домов, оборваны линии электропередач на участках общей протяжённостью порядка 10 километров. В результате урагана пострадало 7 образовательных учреждений. Общая сумма ущерба оценивается около 30 миллионов рублей. Во время визита в Инзинский район Алексей Русских осмотрел ход восстановительных работ. Эта часть полностью от этого балкона, да, всё вскрыто было. Вот в сторону, вот эту часть. Вот я в квартиру заходил, значит, там вплоть до того, что потолки протекли, значит, подвесы потолки отвесили. Ещё одним объектом в рамках визита в Инзинский район стала зона отдыха у пруда в парке имени Горького. В 2021 году на благоустройство этого общественного пространства предусмотрено более 4,5 миллионов рублей. В этом году будут выполнены земляные работы, устройства оснований и системы водоотведения. Также предполагается использовать естественные перепады высот. Здесь всё время топит, и оно получается здесь место всё заводнено. А зимой они хотят, ну, хотели использовать его как естественный склон для там саночек, катания на саночке. Вот тут вот, с этой горки. Она только и летом стоит, и зимой. В настоящее время на объект завозится грунт. Несмотря на то, что работы выполнены на 10%, завершить их планируется к 31 августа. Необходимо отметить, что работы по благоустройству общественной территории рассчитаны на несколько лет. В следующем году планируется провести освещение, установить скамейки, урны и элементы детской игровой и спортивной площадок. А также закончить работы по озеленению парка. Срок выполнения до 31 августа 2022 года. Во время визита Алексей Русских также осмотрел типовую квартиру для переселения. Напомним, в Инзе ведется строительство многоквартирного дома, в котором будут предоставлены квартиры в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В здании 26 квартир, общая площадь более 1000 квадратных метров. По состоянию на 1 июля работы выполнены на 97%. Завершается внутренняя отделка и установка счетчиков. Сейчас идет процесс оформления документов о передаче права собственности администрации района. Планируемая дата переселения 20 июля этого года. Всего на территории Инзинского района находится 216 домов, относящихся к категории ветких, из которых признан аварийными 31 многоквартирный жилой дом. Указанные дома включены в областную программу переселения. Их жильцы получат новые квартиры до 2029 года. Продолжение следует...